Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вот и началось настоящее завершение всех глобальных процессов на тонком плане и на плотном плане. Вашему вниманию! Вибрационный прогноз от Ли на май 2022 года. Читает Лора. В мае мы входим в структуру параллельных миров. Они уже не так смешиваются друг с другом, как раньше, но начинают существовать независимо друг от друга. Это происходит как разделение двух фракций. Например, как поднятие сливок на поверхности молока или выпадение тяжелого осадка в менее плотной жидкости. То есть социум на высоком вибрационном слое будет сосуществовать с социумом на более низком. Причем для отдельного человека будет доступна возможность попадать в разные слои попеременно. Такие переходы в своей сути более глубокие, чем просто личная смена настроений. Вы увидите, как меняются причинно-следственные связи. Среди прочего, вы заметите, что буквально смещается история событий, прошлое видоизменяется в зависимости от того, в какую реальность вы зашли. В некоторых случаях это будет оказываться на конкретных датах, иногда на именах, а иногда даже на сути исторических фактов. Это переключение между разными эгрегорами, в которых сама личность окажется более стабильной единицей сознания, чем коллективная. То есть человек, ощущающий свою личную историю неизменной, будет удивляться тому, как смещается коллективная. Подобные скачки также скажутся на перспективах будущего. Вам предстоит постоянно сталкиваться с разными прогнозами, иногда противоречащими друг другу, но в каждом случае очень правдоподобными. Постепенно этот разнобой из десятка слоев начнет выстраиваться в несколько более крупных направлений, и следом вы увидите достаточно ясную перспективу в том, на чем вы лично заземлены. После этого количество сюрпризов будет уменьшаться, и появится ощущение определенности. Специфика ситуации в том, что основные эгрегоры группируются вокруг двух направлений, и это создаст нечто наподобие двух вращающихся с разной скоростью дисков. Один замедляется, другой ускоряется. Когда будет достигнута критическая точка, в их скоростях переход между ними станет практически невозможным. Зато в текущем периоде вы сможете ощутить несколько разных положений. Первое. Вы находитесь на диске движения вперед. Он означает вибрации перемен и перехода вместе с частотой самой Земли в новое качество цивилизации. Если вы находитесь ближе к центру диска, то перемены сами вас несут вперед. Ваши новости в личном плане и в коллективном, все они связаны с воодушевляющими изменениями. Вы на каждом шагу ощущаете подтверждение тому, что все будет хорошо. Если на этом же диске вы находитесь ближе к краю и ощущаете завихрение от другого эгрегора, тогда вас постоянно посещают сомнения и новостной фон переменчив. И тут вас ждут метания в поиске подтверждения своей правоты. Второе. Тот, кто находится на другом диске. Тот ожидает возврата к старым ценностям. Это вибрации всего того, с чем социум прошел через последние мировые войны. Нахождение в центре ретро-диска – это новостной фон о мировых заговорах, сражениях за власть, переделы сфер влияния и прочие битвы за ограниченные ресурсы. Здесь людей ожидает ощущение непрерывных потерь. Внешне это выглядит словно с боевого петуха после каждой атаки отлетают перья, и он становится все более и более общипанным. Нахождение ближе к краю этого диска – это буквальное личное погружение в поток борьбы и сражений. Это место душевной боли и целого набора негативных эмоций. Третье. Для тех, кого угораздит оказаться между двумя дисками, жизнь малиной не покажется. Это сами жернова процесса разделения. В личном плане это буквальное разрушение тела, если не внешними событиями, то из-за так называемых болезней. Также это положение будет притягивать человека и к природным катаклизмам. Данное положение окажется нестерпимым, а потому людям придется делать выбор в том, куда им примкнуть. Подобные воздействия мировых течений будут касаться не только людей, но и сообществ, стран и мировых объединений, поэтому потрясения могут затронуть любые страны, даже те, в которых давно не происходило ничего заметнее автомобильных аварий. В мировых сообществах начнут обнажаться какие-то ситуации с сомнительными сделками, откроются тайные союзы, всплывут скрытые обиды, все процессы, так сказать, расставят себя по соответствующим дискам мировых течений. Май – это время расслоений, время самоопределений. Следующий период начнет кристаллизировать сложившуюся ситуацию, и уже тогда вы увидите результирующие события. Вы увидите то, что соотносится с вашей позицией примерно в начале второй половины года, и следующим ваш вибрационный выбор станет более стабилен, а потом события станут более и более предсказуемые для вашего выбора своей чистоты. Но уже в этом месяце вы способны занять несколько выгодную для вас позицию, что в личной реальности уже начнут отражаться исключительно благоприятные вещи. Ваш персональный выбор всегда в приоритете. На что вы смотрите, то прямо сейчас и приближается к вам.